Правительство Чехии каждому человеку выплачивает по тысяче долларов. Это мне не нравится, не знаю почему. Звонили мне, властимир, помоги. Знаешь, коронавирус. Всем привет. В эфире очередной выпуск «Не один дома» и мы начинаем выполнять просьбы зрителей. Одна из них звучала так. Так, пригласите тренера, при котором «Зенит» стал одерживать свои первые победы в европейских турнирах, выиграл серебро чемпионата России. Властимил Петержелло – это просто вау-гость. Я абсолютно точно знаю, что для многих людей в Петербурге, да и в России это до сих пор так. Для меня очень сложный момент, потому что я впервые буду так долго с Властимилом говорить на русском языке, я к этому просто не привык, поэтому все претензии не к нему, если что. Тренеры иностранцы все равно будут приезжать в Россию, приезжают по-прежнему. Вот что бы вы им посоветовали, когда они начинают свою работу в России? С чего начать? С чего начать? Я никогда не советую другому тренеру, что сделать, как работать, с чего начинать. Власт, привет. Мне с тобой очень легко будет разговаривать, потому что самый популярный вопрос за все эти 14 лет, которые я слышу в Петербурге, это что делает Властимил Петержелло, как у него дела? Как у меня дела? Ну, знаешь, коронавирус. Это все, коронавирус, потому что не можно ничего делать. Сидишь дома, не можешь на улицу, в принципе, можешь гулять, погулять, но только с Москвой. А разве в Чехии не сделали уже послабления какие-то? Вроде бы уже стали отпускать. Да, некоторые начинают, но очень мало, потому что только с 17 мая заканчивается наузовый став. Чрезвычайная ситуация заканчивается с 17 мая, понятно? Да, гарантия заканчивается с 17 мая. Ну и что ты делаешь? Ничего не делаем. Ездим на бицикле. На велосипеде, да? Да, на велосипеде ходим гулять в парке. Что можешь? Ездим за детишками у сына и у дочки. Но в понедельник начинают уже тренировки. Тренировки в клубе Влашем, в котором мы сейчас занимаемся. Да, в молодежь. С молодежью и с детьми, насколько я знаю. Да, да, да. И как детей будут выпускать? Какой это будет процесс? Как им будут начинать разрешать занятия? Потому что у нас до сих пор все еще далеко от оптимальной обстановки. Ну, у нас можно 10 детишек, 10 детей. Можно заниматься тренировкой в одной группе. Но у меня тоже будет так, что будет 2 группы по 10 детей. Но нормальные тренировки будут проходить на поле. Ничего страшного. У детишек уже не надо маску. А вообще, вы какие-то собрания там проводили предварительные разговоры с родителями, с детьми? Как вы будете это делать? Какие-то предосторожности? Нет, если честно, родители меня пишут 3 недели назад. Хотели, чтобы уже начали тренировки. 3 недели назад? Да, родители хотели начать скорые тренировки. Потому что не знали, что сделать с детишками дома. Звонили мне, Властимил, помоги. Начинай тренировки. Поэтому я очень рад, что будем в понедельник начинать. Супер. А Властимил, ты боишься сам коронавируса? Не знаю почему, но не боимся коронавируса. Ну, а вообще всю эту ситуацию, как она на тебя повлияла? Вообще, на все твои планы. Я не знаю. Чуть-чуть историческая такая история, да. Я бы не сказал, что так опасная ситуация, как пишут, как все говорят. Потому что сейчас уже чуть-чуть ситуация пошла дальше. Но люди уже не боятся ничего. Только людей на улице, как за последнюю неделю, да. Никто не боится. Уже ходит без маски. Все заканчивается. А у тебя были знакомые, может быть, члены семьи, которые очень серьезно эту ситуацию восприняли и боялись? Какая вообще? Да, знаешь, мои дети. Моя дочка – врач, стоматолог зубный. Но у нее, да, в работе работала только на заказ. Но, что касается Сената, она работает в большой фирме международной. Там работали как нормально. У нас стоматологии только со срочными случаями принимают. Да, да, да. Это было тоже у дочки так. Только на заказ срочные такие проблемы, которые были. Новости из России какие-то читаешь или смотришь телевидение наше? У тебя есть возможность что-то смотреть? Очень мало. Очень мало в России. Ну, читаем, занимаемся. На Фейсбуке много моих друзей из России, из Азербайджана. Ну, занимаемся, но другие люди не знаем. Здесь такая ситуация, что некоторые, как сказать, ну, против русских, да, некоторые люди в политике. А это мне не нравится. Не знаю, почему. Недавно тебе звонили коллеги, кажется, со «Спорт-24». И самая популярная фраза от тебя, которая потом разнеслась по интернету, про то, что почему всех это удивило, что правительство Чехии каждому человеку выплачивает по 1000 долларов. Это здесь, в России, вызвало большой резонанс. Действительно так? Ты получил 1000 долларов? Да. Серьезно? Да. То есть быстро и безо всяких там оформлений документов? Да, просто получил. Я написал, они меня послали. Ты собирался в Петербург приехать, я открою небольшую тайну. Был такой план, мы разговаривали в ноябре, аж на турнир. Вы серьезно действительно рассчитывали приехать с детьми на одесский турнир один? Да, я хотел, я очень хотел, потому что некоторые родители очень хотели. Хотели лететь в Россию, посмотреть, как живут в России, как люди в России. Но много-много было родителей, у которых не было денег. Поэтому такие проблемы решили, что одни из этих родителей хотели заплатить этим другим. Помощь, просто деньгами своим. Но, в конце концов, мы решили, что просто не можем приехать на этот турнир. Но я очень хотел, но некоторые родители тоже очень хотели. Но, может быть, все-таки еще что-то изменится, будем надеяться, когда откроются границы. Правда, что у тебя есть русский мальчик в команде? Да, его папа очень хотел лететь в Питер на этот турнир. Это Павлов, очень умничка, хороший футболист, очень хороший мальчик. Откуда он взялся у вас? Не знаем, его папа русский, рус. Его мама чешка, его папа рус. А они приехали, видимо, когда-то, да? Не знаю. Он приженился на этой чешке. У него здесь есть хорошая афирма. Ты смотришь какие-то старые футбольные матчи? Сейчас в России это главное развлечение на карантине. Телевидение показывает чемпионат Белоруссии, единственный турнир, который идет сейчас. Уже не единственный с сегодняшнего дня, но до этого был единственный европейский. И старые футбольные матчи, в том числе и сборную, и «Зенит», и так далее. Ты сам что пересмотрел? Чехия тоже показывает чемпионаты, старые игры, как были чемпионаты. Все показывают тоже. Но некоторые я видел себя как тренер, начинающий тренер в прайской славе. Да, интересно. Но смотрим на хоккей, тоже история хоккея, чемпионаты хоккея, русские команды. Но в футболе русские команды я не видел. Не показывают здесь. Русские – нет. А если бы хотел пересмотреть какой-нибудь матч из «Зенита», какой бы ты пересмотрел? Ну, там много матчей таких хороших, интересных. Со «Спартаком», «ССКА». Все игры с москвичами. Все игры с москвичами. И первую с локомотивом, наверное, на выезде, который был в втором круге. Да, на 2-1. Ты общаешься с кем-то из ребят, кто с тобой приезжал в Россию? Ширилл, Чантафальский? Ну, да, никогда, да. Знаешь, очень мало времени, когда мы встретимся, мы поговорим, поболтаем. Но не очень часто. Несколько раз за год мы встретимся на футболе. Когда играет «Праская Славия», «Праская Спарта», там мы встречаемся. Или на футболе второй лиги. Когда мы встретимся, мы всегда поболтаем о русских, о «Зените». Много людей, болельщиков до сих пор стараются за тобой следить. Но многие, в силу того, что времени недостаточно, может быть, не изучают твои перемещения по футбольным клубам. И давай напомним людям, где ты успел поработать. Какой успех был у тебя в баннике «Острово» несколько лет назад. Ты тренировал, скажу, что Властемил тренировал очень культовый клуб в Чехии. Я бы даже с чем-то сравнил его поболельщицкой аудиторией с «Зенитом». Это клуб-оппозиция столицы. В баннике «Острово» Властемил вывел его из первой лиги выше. Это было серьезное для тебя достижение, как ты считаешь, учитывая, что это был совсем недавно? Ну да, когда я пришел в баннике, я был на последней позиции в первой лиге. В очень плохом состоянии. Поэтому мы с руководством решили, что… Мы будем рассчитывать, что клуб вылетает из первой лиги. И я буду заниматься этим, построить новую команду. Новую команду, которая будет играть за выход из второй лиги. И так как мы договорились, так и было. Да? Мы построили новую команду игроков, которых я знал, моих знакомых. И сразу во втором году мы вышли в первую лигу. То есть вы смирились с тем, что вы вылетите во вторую и первый сезон? Перестроили команду и за один год вернулись назад? Что-то мне это напоминает частично. Ну да, это была такая… Очень такая позиция была тоже в «Богемианце». Когда мы вылетели и потом вышли наверх. А сразу играли первое место в первой лиге. Это самое было с «Либерцем», когда мы вышли. А сразу во втором году уже играли первое место в первой лиге. Но сам «Банник» – это просто суперкоманда. Хорошие болельщики. Это похоже на «Зенит». Такая команда. Такая просто все держат при себе, болельщики. Там хорошая работа. Скажи, чешский чемпионат будет возобновляться в ближайшее время? Насколько я знаю, что в начале июня вроде бы хотели играть? Да, в конце мая, начиная, 27-го по-моему. И это будет без зрителей? Да, без зрителей. Не знаю, но до конца будет все без зрителей. Ты знаешь, что в России большинство футбольных клубов в лиге не хотят продолжать чемпионат. Они хотят отменить, обнулить его итоги. И так, чтобы никто не вылетал. А со следующего года премьер-лига должна расшириться до 18 команд, потому что к ней прибавятся две команды еще из второй. Как ты к этому относишься? Тоже некоторые чешские команды хотели, чтобы в этом году никто не вылетел. Чтобы все чемпионаты закончились, они уже дальше не играли. Наверное, это те команды, которые в зоне вылетел. Это здесь тоже так было. Да, но здесь не хочет команд 12 продолжать чемпионат. 12? Да. И практически среди этих 12 практически нет элитных команд. Это в основном команды, которые под шестеркой. Да, да, да. Понимаю. Почему? Как ты думаешь? В чем проблема? Не хочу вылететь, но... Ну, как вылететь? Они не все же вылететь должны. Все команды, которые внизу, боятся. Потому что у них нет средств. В Чехии тоже так хотели. Но не только. А ты сам как считаешь, профессиональный клуб должен ратовать за то, чтобы продолжать чемпионат? Или ты сам был бы сейчас тренером в главной команде? И как бы ты принимал решение? Я бы хотел продолжать. Ну, хотел бы продолжать, потому что хочу чемпионату играть. Чтобы я знал, кто на какой позиции. Уже в этом году. Зачем? Я бы хотел, но и за себя возьму, как болельщик сейчас. Я хочу, чтобы играли дальше. Я думаю, что все люди хотят в Чехии, чтобы играли дальше. Что никто не хочет, чтобы закончили чемпионат в этом году. Уже не доиграли ничего. Таких людей в Чехии очень мало. Как ты думаешь, когда закончится вообще вся эта история с вирусом и футбол в частности, и жизнь вернется к нормальному течению? Никто говорит, что еще 3-4 месяца, никто говорит до конца года. Никто говорит, что еще год навыше. Но я надеюсь, что уже все закончится чуть за месяц. Максимум. Потому что меня уже с того... Понятно. Не только у тебя, это правда. Вчера как раз с одним коллегой, с которым давно знаком, мы вспоминали сборы 2005 года в Испании «Зенита». И просто несколько сразу ярких историй тут вспомнили. А у тебя какие остались такие самые яркие воспоминания о работе в «Зените»? Постоянно вспоминаю на работу в «Зените», на «Зените» целиком, на команду, и на людей, и кол-команды. Просто... Никакие плохие вспоминания, ничего плохого. Ты два года назад приезжал в Россию, даже два раза. Даже два раза. В том числе я ходил в Москве на телепрограмму, встречал там Киржакова. Как вы с ним пообщались? Ну, я-то видел, как вы с ним пообщались, но ты расскажи. Да, это хороший мальчик. Я очень рад его видеть. Я всегда очень рад вижу всех. Все ребята, которые играли у меня в «Зените». Но, к сожалению, невозможно их встретить. Поэтому я очень рад был за то, что я видел Сашу, а мог с ним поболтать. Очень симпатичный и хороший мальчик. Ты знаешь, что Аршавин сейчас звезда на телевидении? Он уже практически не просто комментатор, он уже даже ведущий отдельных программ. А так, Шава – это угница. Он знает, что такое футбол. Он может хорошо говорить о футболе, потому что он понимает, что это. Ты не видел, как он это делает? Я его не видел. К сожалению, я его не видел. А когда ты последний раз вообще видел какой-либо матч с участием российской команды? Да. Можно «Локомотив» последняя игра. Но я уже длинное время не видел никакую русскую команду. А нравится тебе? Нравилось тебе то, что ты видел, как играют? Не могу сказать, что мне не понравилось, но не могу сказать, что мне очень понравилось. Потому что я думаю, что… И как я всегда здесь говорю, им в Чехии это не нравится. Я говорю, что русские команды выше чешских команд. Играют лучший футбол, как чешские команды. Но можно сказать, что эти соревнования, которые прошли в последнем году на сборах, были чуть-чуть про чешских… Ну, лучше вышли чешские команды с этих соревнований. Не знаю, но увижу, как будет дальше. Но я тебе хочу сказать, что ты точно видела парочку матчей, когда чешская команда была как минимум не хуже российской, когда «Зенит» играла со «Славией». Да, да, да. Я видел последнюю игру «Зенита» со «Славией». Но мне «Зенит» не нравился, как играл. Потому что я люблю быстрый атакующий футбол, да. Это опытные играть не будут, да. Они постоянно бегать, постоянно подключаться в атаку, им не хочется. Да. Это самое, потерял мяч, сразу не идут назад. Ну, то я видел здесь «Зенит». Поэтому я жду игру, ответную игру в Праге, как будет играть «Зенит». Как будет играть так, как играл здесь. Он так проиграет крупным счетом. Потому что «Славия» играет современный футбол, атакующий футбол. То, что я хочу играть, потому что этот тренер был моим помощником. Викторий Ижишков. Да. Так же он был играть то, что я хотел играть. То играл и здесь. Ты Симака помнишь как игрока нынешнего тренера? Помню, конечно же помню. Но он играл в ЦСКА, нет? Да, в ЦСКА все время. И потом в Рубине уже, но при себе в ЦСКА. Какие задания ты давал по нему и как играть нужно было? Никакое. Я не давал против суперникам никакие задания как правильного игрока. Всегда на всю команду. Но у нас была так сильная команда в «Зените», что мы занимались своей игрой. Что мы бы играли, чтобы «Зенит» играл в хороший футбол. Это было самое главное. Как другие команды реагировали на игру «Зенита», это для меня было неинтересно. Потому что я знал, что наша команда, моя команда «Зенит» сильнее всех. Севилью могли пойти? Еще сейчас меня больно, как вспомню на эту игру. Это была катастрофа. Можно было что-то изменить? Я не знаю. Очень плохое судейство было в этой игре. Потому что пенальти было, по-моему, не было. И сразу красная карточка. Сложно об этом говорить, потому что эта игра мне не очень нравилась. И как команда «Зенит» играл в первом тайме очень хорошо. Какой футбол тебе сейчас нравится? Когда мы только с тобой первый раз созвонились в конце 2002 года. Потому что когда мне тебя представили как переводчика, ты сказал, что любишь «Манчестер Юнайтед» и «Алекса Фердюсона». А сейчас у тебя какие пристрастия? Если честно, могу сказать на новую. Это английская команда. Это Ливерпул. То есть опять англичане. Кроссов Ливерпул мне очень нравится. Это хорошая команда, очень хорошая команда. Но я все равно люблю все английские команды. Можно сказать, что Байер Михофф тоже команда, которая мне очень нравится. А некоторые испанские команды, как «Реал Мадрид» и «Барселона». Ну то есть все такое в основном трендовое. И я, если ты раньше просил команду своей играть интенсивный футбол такой прям с прессингом, то сейчас ты стал в последнее время, следя за тем, что ты делаешь в баннике и так далее, ты стал просить держать мяч и обращать на это внимание. Это правда, что ты больше стал на контроль мяча сам делать акцент? Не могу сказать, что бы хотел только на контроль мяча. Не только, не только. Просто больше. Можно больше, да. Потому что я люблю технические футболисты. Интеллигентные, технические футболисты, у которых очень хорошая скорость. Ты когда был в Петербурге два года назад, видел футбольный матч живьем в третьей лиге в ПФЛ. Как бы ты оценил уровень российской ПФЛ? Ничего себе. Такая слабая. Как третья лига в Чехии, можно сказать. Зато ты видел Максима, оставь его. Да, Максима. Что бы ты сделал сразу, как только сняли бы все карантины и как только открылись бы границы? Какие твои планы дальнейшие? Потому что мне кажется, что ты еще не закончил с большим футболом. Да, я бы хотел еще один раз ехать за границу, работать. Да. Я думаю, что я чувствую себя очень хорошо и хотел бы еще попробовать работать за рубежом. А где именно? Никто в этих странах, где договоримся на русском языке. В России, в русских республиках, в бывших русских республиках нет проблем. Да. Но самое главное, что бы хотелось, чтобы в стране, в которой не было проблем говорить на русском языке. Но у тебя не будет проблем с русским языком, потому что я вообще сто двадцать процентов понимаю всего, что ты говоришь без малейших проблем. У тебя отличный русский. Я не знаю, как ты его поддерживаешь. Как тебе это удается? Я все читаю на русском, все понимаю. Это никакой проблем. У меня только один проблем, что я не говорю постоянно, поэтому никогда не могу вспомнить на слово. Но за счет того, что я читаю, очень часто читаю на фейсбуке, читаю книги русские, газеты русские. Как я вижу газету, я сразу ее купю и читаю. А что ты читаешь? Все. Просто читаю на азбуке, чтобы я не забыла буквы. То есть специально читаешь для того, чтобы не забыть язык? Да. Не забыть буквы русские. Это просто классно. У меня нет проблем ничего написать, у меня никакой проблем нет. Только я хочу, чтобы я жил в русской стране и там постоянно говорил на русском, и я бы сразу говорил очень отлично, хорошо, без проблем. Да, в этом уже вообще на самом деле нет ни малейших сомнений. Я желаю тебе применить эти свои знания. Я видел своими глазами, как играли команды Властимила в последнее время. И абсолютно уверен в том, что твое появление в русскоязычной стране вызовет очень большие и хорошие эмоции у людей, которые тебя помнят. Спасибо тебе большое за разговор и удачи. Спасибо. Удачи. Удачи. Это был Властимил Петержелло, самый крутой тренер зимника за всю историю. Ничего я с этим своим личным умением сделать не могу и не буду. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, оставляйте заявки на следующих гостей. Сами видите, эта схема работает. И обязательно подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok